Увлекаться психологией и изучать научно-популярную литературу по этой науке Елена Пашкина стала в старших классах школы. Потом увлечением вылилась в профессию. Елена поступила в Университет Лобачевского на психолого-педагогический факультет. По специальности девушка работает три года. Начинала карьеру в качестве школьного психолога, а в марте пришла в молодежный центр. Мне было интересно общаться с людьми, и в процессе разговора мне нравилось, что решается какая-то их проблема. Я на тот момент понимала, что у меня недостаточно знаний, и это нужно сделать как-то более профессионально, и поэтому решила связать жизнь с профессией. Психология не раз помогала в жизни и самой Елене. Знания в этой области помогли лучше понимать людей и себя. В молодежном центре психолог проводит индивидуальные консультации для подростков и родителей. Беседует со студентами в рамках профилактических акций, просветительских лекций. Психолог сотрудничает с Клубом молодых семей «Семья» и Клубом общения молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Лотос». Для участников Елена проводит тренинги, организует тематические встречи. Выгорание может происходить, оно может происходить со временем, потому что эта работа требует много энергетических затрат, поэтому нужно знать свои ресурсы, понимать, какая деятельность приносит удовольствие, чтобы вот эти силы восстановить. Также помогает встреча с коллегами, с психологами, где ты получаешь поддержку, и опытные психологи дают советы, как можно выйти из тех или иных ситуаций, связанных с выгоранием. Елена Пашкина стала одним из авторов нового проекта молодежного центра «За маской». На занятиях участники от 16 до 20 лет учатся познавать себя, развивать эмоциональный интеллект, выстраивать коммуникацию. Для этого психолог дает различные упражнения и мини-лекции. В процессе игры, в процессе выполнения упражнений, участники приобретают опыт, который им помогает в дальнейшей жизни именно успешно устроить коммуникацию. Все это заканчивается игрой «За маской». Она построена на психологической игре «Мафия», где участники смогут полученные знания применить на практике. В молодежном центре есть горячая телефонная линия для подростков и их родителей. Специалист может выслушать о проблеме, оказать психологическую помощь во время проживания трудных ситуаций и негативных эмоций. Телефонная линия работает по четвергам с 15 до 18 часов по номеру 99-313. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.